Привет, с вами Deezer, но чего, ребятки, посмотрим на iOS 11.1 Beta 4, которая, судя по размеру билда, точнее, не по размеру билда, ну да, по размеру билда, 15B92 и обновление весило почти 2,1 GB на iPhone 5s, не знаю почему так. Ну, в общем, походу, это GM сборочка, и давайте посмотрим, как она работает. А что я могу рассказать, в принципе, я пощупал ее вчера, я пощупал ее сегодня, и могу вам сказать то, что я заметил, ну, в принципе, ситуация как с iOS 7, вы помните, iOS 7 была, потом 7.01, 7.02, 7.03 вроде бы, 7.04, и потом выходит iOS 7.1, в которой ускорили анимацию. Здесь примерно все то же самое, то есть я замечаю, что немножко ускорили анимацию Control-центра, немножко ускорили анимацию там-то, то есть, в принципе, какие у меня претензии были к iOS 11 на iPhone 5s, а были претензии такие, то что, ну, везде все подлагивало, то есть, когда ты заходишь в настройки, как-то долго здесь все открывалось, там, и так далее, и тому подобное, когда ты переключаешься между приложениями, что-то там загружалось долго, что-то там подлагивало, еще, 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 еще. В общем, со всем этим были какие-то проблемы, и именно поэтому мне вот это вот раздражало, то есть, я, в принципе, не замечал лагов, я, в принципе, не замечал какого-то быстрого жора аккумулятора, как там все об этом пишут, и все такое, то есть, в принципе, все работает достаточно быстро, достаточно прикольно, и, ну, не вызывает дискомфорта, когда ты этим всем пользуешься, поэтому, ну, я не знаю, как-то, ну, как-то вот так вот, в принципе. И давайте посмотрим, да, вот многозадачность открывается, у нас здесь нету в 5S 3D Touch, но в iOS 11.1 Beta 4 или в Beta 3 даже вернулись жесты 3D Touch, когда ты можешь вот так вот переключаться в многозадачность, поэтому, ну, кстати, вот сейчас немножко подлагнул, увидели, да, вот так вот быстро. Ну, я не считаю это, как бы, за проблему, потому что, ну, понятно, 5S у него 1 ГБ оперативки, и он, ну, не особо сильно все это тянет. Что я могу еще отметить, наверное, так это то, что, давайте идем сюда, нововведение iOS 11.1, я вам сейчас покажу, смотрите, мы идем, эмодзи, и у нас здесь просто куча новых эмодзи, то есть там драконы какие-то, вампиры, еще все вот это вот добавило, но, в принципе, про первый iOS я могу отметить то, что я вот так вот думал, вот, то есть, именно ну, вот такой вот смайлик отражал полностью всю суть происходящего, и сейчас вот я, кстати, специально обновил смартфон и оставил он на ночь, и идем с вами в аккумулятор, то есть он у меня всю ночь лежал, сейчас утром я им уже, естественно, попользовался, и посмотрим статистику аккумулятора. 10 часов ожидания, и час 6 минут, и у нас 83%, то есть я, в принципе, не скажу, что это много, потому что, но аккумулятору в этом смартфоне уже 3 года, потому что там 500 с чем-то циклов, и все такое, так что, ну, не знаю, в принципе, я смотрю, что все работает. В общем, iOS 11.1 мы что ждем? Мы ждем Apple Pay Cash, то есть это позволяет через iMessage отправлять вам деньги, через Apple Pay, соответственно, это все будет работать. Что еще мы ждем? Ну, ждем, наверное, оптимизации для всех устройств, потому что, ну, вот как-то хотелось бы этого побольше для, особенно старых устройств, то есть для iPhone 6, 6 Plus и 5s в том числе, хотя я думаю, что iOS 11 для 5s она будет последней, и потом этот смартфон тоже, в принципе, отправится на покой. По баллам в Geekbench и в Antutu этот смартфон набирает все то же самое, то есть они его не замедлили, как это говорили, потому что я проверял смартфон, естественно, и с ним все огонь. Так что вот так вот, такое вот обновление, я думаю, что бету можно, в принципе, уже поставить, и ничего в этом плохого не будет, так как она уже, считаю, является GM-релизом. Так что, в принципе, больше не знаю, что рассказать про iOS, все изменения у него такие, какие-то под капотом, они, в принципе, все это делают, и потом они, соответственно, позже уже запустят Apple Pay кэш, они потом сделают синхронизацию iMessage через iCloud, кстати, это пока все сейчас не работает, так что остается ждать, ну, а обновление это 11.1 iOS, она выйдет как раз к 3 ноября, я так думаю, к выходу iPhone X, iPhone X, как его все называют, хотя какой-то нафиг 10, это по сути iPhone 8. Потому что 8 это 7s, ну, а X это, ну, вы поняли. Ставьте лайк, если вам понравилось, будем дальше делать обзорчики всякие интересные про iOS, и подписывайтесь на канал, тыркайте колокольчик, вы сами все прекрасно знаете, социальные сети все в описании, ну, и до новых встреч, а всем скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok